И все, привет, ребят, с вами Сарваник, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас утро пятницы, и сегодня у нас появился новый спецрежим. Сегодня мы сделаем обзор на него, посмотрим, насколько большое количество кристаллов можно зафармить в нем. Покажу вам интересную комбинацию для этого режима, и попытаюсь показать прибыль в рамках уже новой замечательной спецрежимной темочки. Если вам подобного рода видосы нравятся, с обзором как раз таки режимов, которые у нас выходят, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, ну и конечно же подписываться на канал. Я сегодня буду использовать вооружение, которое на постоянной основе в матчмейкинге я не использую, но которое должно быть очень-очень сильно эффективно как раз таки в этой демочке. И это паладиномолот, паладин конечно же с иммунитетом от пробития, и молот с адаптивной перезарядкой. Очень интересное вооружение, которое на мой взгляд может показывать безумнейшие большие крутые результаты. Единственное по резистам, что здесь лучше взять, ну давайте наверное поменяем резист от магнума на резист от грома, потому что у нас появилось очень жесткое устройство на гром. У меня есть уже мысли, что скорее всего там уже начинают появляться эти игроки с громами, поэтому возьмем резист от него, ну и посмотрим, что у нас получится сделать в матчмейкинге в новой демочке. Это либо песочница ремастер, либо форест ремастер, я бы наверное даже хотел бы на таком сочетании больше поиграть как раз таки на песочнице, но если закинуть на форест, в принципе ничего там сильно не поменяется. Ну и будем пробовать реализовывать в рамках демочки, так у нас небольшой пролаг, в рамках демочки это замечательное сочетание. Так, ну и что, ладно, давайте меня запикивает в начатый бой, где уже 37 килов есть у первого места, но, 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 давайте мы сыграем эту катку, я не буду ее перепикивать. Есть здесь рикошеты, оу, в большом количестве рикошеты есть, оказывается, я немножечко не предугадал здесь по резистам, я просто сегодня не заходил в этот режим, я решил чисто, как говорится, слепую, слепую пикнуть, и по резам слепую, к сожалению, я пикнул не совсем правильно. Если вы будете играть в этом режиме, то вы видите, что лучше всего брать как раз таки резист от рикошета, от теслы и от скорпиона. Именно такая раскладка по резистам будет супер актуальна в этом режиме, но, я думаю, что даже без большого количества резистов, мы за счет реализации как раз таки этого вооружения сможем все равно показать хороший результатик. Так, со мной уже здороваются, ну и самое важное, это контроль центрального овердрайва, если мы здесь его будем контролировать, то у нас будет, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй, Данджерфорс, как грязно играет, очень грязно он сейчас сыграл как раз таки под центральный овер, но его забрать не смог. Хотя, это выглядело очень-очень интересно. Так, давайте пробовать сливать молодых людей, давать как можно больше киллов, не забывайте, что я запикался в катку, где оставалось вроде, если я не ошибаюсь, 8 минут. Но за счет как раз таки адаптивной перезарядки у вас открывается безумно большое количество возможностей и без овердрайва, и с овердрайвом на дополнительное уничтожение противника. Ореса Скорпион тоже, на мой взгляд, является неплохим вариантом, неплохим вооружением, которое можно по идее пробовать реализовывать здесь, как и Ореса Гром, и как и Рикошет с Гелиусом, но все эти вооружения, на мой взгляд, являются хуже, чем как раз таки молот с адаптивной перезарядочкой. Но, тут, конечно, тоже в моменте может зависеть многое от количества резистов от вас. Ну и повышенный шанс выпадения голдов, это, конечно, тоже очень-очень хорошая вещь, если вы как раз таки акцитируете на этом внимание. То, конечно, можно под это все дело играть. Ну и вот, пошла реализация овердрайва. Смотрим, что у нас будет с овердрайвом здесь получаться. Полетели келочки. Еще бы сверху контролинг как раз таки центральной оверки. Вы видите, что я пережимаю ДДшку и не тру, не броню, да, потому что безумно большое количество урона влетает в тайминг. И все, что мне нужно делать, это быстро передвигаться по целям и как раз таки наносить, наносить пробитие. Так, отлично. Отлично. Плюс 2 килла. По воспику еще добавляем. Шикарно. Все супер. Все игроки, которые резистов не имеют, очень легко улетают на респ. И даже бывает в тайминге мне хватает выдать одну хорошую тычку и противник уже летит на респ. 27 киллов. 20, мать его, 7 киллов уже есть у нас за 3 с небольшим минутой. То есть, по сути, у меня есть возможность здесь вернуться настолько грязно в эту катку, что забрать, забрать, забрать как раз таки первое место. И это с катки, в которую я запикался, грубо говоря, в середине. Да, может быть даже больше середины. Это при том, что у меня овердраева не было в начале. Да, то есть, ну это такие вещи, которые очень сильно влияют на ваш конечный итог в бою. Но, что творит это вооружение, вы сами, я думаю, что понимаете и видите. Да, насколько здесь можно жестко влетать. Насколько можно жестко давать, убивать, разваливать. Блин, что мне даже хочется сыграть, если честно, еще одну каточку. Только уже, чтобы это был полный бой. И чтобы уже пошла прям конкретная реализация этого вооружения. Ну и сверху, конечно же, было бы неплохо поменять резисты. Потому что я уже сейчас понимаю, от чего здесь резисты нужны в этом режиме. Это Тесла, Рикошет и Скорпион. А у меня резисты немножечко неграмотные одеты. Но это может быть только в рамках этого боя. Может быть, в рамках других боев там и другие резисты нужны будут. Но в рамках этого боя точно мне бы эти резисты пригодились. Ой-ой-ой, тише, 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 молодой человек. Это у меня хотелось сейчас грамотно так обломать. Но мы засейвились. Так, кризис с Гелиусом тоже является очень противной вещью. Которая может неприятно нанести большое количество урона. Но здесь мы чуть ушли, подсейвились. 44 килла, еще 3 минуты до конца у меня имеется. Мне вот интересно, сколько вообще киллов можно дать за эту демку. Но вот, исходя из такого боя, я думаю, что 100 киллов точно смело можно дать. Точно. Вот я уверен, что сотка 100% залетает. Потому что если я запикался в середину боя, и у меня 45, значит, за где-то минут 5-6. Да, то есть, ну, я думаю, что как раз-таки сотик здесь очень легко может залететь. Если еще играть в полный контролинг центрального овердрайва, то это еще плюс дополнительные киллы, это плюс дополнительные бабки, плюс дополнительные возможности в бою. Поэтому я думаю, что если все правильно и грамотно делается, то тут вообще переход очень лютый можно оформлять. И самое главное, это посмотреть, сколько здесь по прибыли можно вообще получить. Сколько здесь можно залететь по прибыли. Прибыль же это тоже очень важная и интересная вещь. Интересная. Ну и плюс, вы должны понимать, что это супер фармовый режим с точки зрения того, что вы можете еще сверху забирать как раз-таки золотые ящики. Это вообще один из самых фармовых режимов, который может быть, да, в рамках именно ДМ-ки, да, потому что здесь шикарная карта. Единственное, что здесь может быть не так, это то, что вам эта ДМ-ка надоест. Ну, реально, она может надоест. А так, с точки зрения фарма, это просто супер жесткая и карта, и режим в целом, да. Я считаю, что он прям очень круто сочетается в твоем виде. И здесь, да, ну вот если я, например, сейчас использую паладиномолот, да, как, на мой взгляд, лучшее вооружение, то я бы, наверное, сказал, что здесь можно найти много всяких интересных комбинаций, при том, что есть сейчас большое количество устройств донатных, и как раз-таки под эти все донатные устройства можно показать очень качественную грязную реализацию. 62 килла, 35 секунд до конца, не знаю, он не успевает, скорее всего, дотянуться до первого места, но попробуем сейчас реализовать еще оверку. Попробуем сейчас еще овердрайв прожать. 25 секунд до конца. Пожимаем овер. Теслочка. Ой-ой-ой, нет, блин, попал под Теслу, под овердрайвом. Летит еще централочка овердрайв. Кэшбэковый, но под него я уже сыграть не успею, поэтому играем сбоку здесь. Ну и здесь тоже киллэйн не удается дотянуться. Диктатор сжимает свой овер, подобранный с центра, и мы забираем второе место. Но это второе место, которое, ну, прям, я не знаю, прям такое. То есть здесь можно было реально дать жесткого джазу. И давайте мы скатаем еще одну катку. Я реально хочу, только мне надо поменять резисты. Я теперь уже понял, от чего резисты нужны в этом режиме. Резисты нужны как раз-таки от Рикошета и от Теслы. Вот от этих двух пушек. Давайте скатаем еще один боечек. Может быть, даже нас закинет в начатый бой. Он будет не нулячий. И тогда пойдет, пойдет, пойдет жаровня, пойдет жаровня. Появился у нас сегодня спецпачок с громом вкусным за 13 тысяч. Вещь, которая меня очень сильно байтит. Я бы хотел, конечно, у вас узнать ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете по поводу этого грома? Но он меня очень сильно байтит. Прям безумно сильно. Так, ну что, мы запикиваемся в дмочку. Так, запикиваемся и смотрю, что уже с одним жестким кибером. Которого никнейм Илюша. Илюшечка. Тут самый грязный игрок с токсиком. Уже на шафте тренится. Так, ну и по резистам, походу, я здесь как раз-таки промазал. Вот здесь я, походу, уже промазал по резам. Взял резы, которые были по пушкам в предыдущем бою. И по итогу это не то, что надо здесь. Ну ладно, ничего страшного. Думаю, что сильно, сильно расстраиваться не стоит по этому поводу. Ну и пробуем реализовать свой комбинейшн. Нагибэйшн. Дизлокейшн. Илюшечка здоровается. Поздоровимся, конечно, с легендой танков. Так, вот, есть как раз-таки у нас... А, он даже выходит, чтобы не мешать. Есть как раз-таки рикошет с Гелиусом в бою. Это очень хорошо. Как минимум от него у меня будет рез. И это, походу, чел, который будет как раз-таки тут играть на киллы. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать показывать прибыль. Реализацию грязную. Надеюсь, что эта реализация здесь сработает. Так, я, к сожалению, ухожу на перезарядку. К сожалению, ухожу на перезарядку. Данный молодой человек хочет со мной союз. Он играет на бруте. На бруте. На викинга рикошете с Гелиусом. Но я не знаю, честно. Пойдет ли мне союзить с таким молодым человеком, чтобы он давал дополнительно количество киллов. И, соответственно, я потом, ну, по катке где-то уже начинал просаживаться. Наверное, скорее нет, чем, да? Все-таки, если тут больше игроки сейчас будут сконцентрированы на поимке золотых ящиков, а я буду играть в киллы, то у меня будет возможность как раз-таки сделать большое количество киллов плюс отрыв. И если это реально будет так, то здесь можно очень грязно заработать с этого боечка. Блин. Как же Твин Сэмми сейчас очень неприятно сыграл. Прям очень неприятно. Ладно, 17 киллов у нас за 3 минуты. Пока что начало не самое лучшее. Но сотка, сотка стабильно должна залетать. Так, овердрайв. Вот теперь мы начинаем контролинг как раз-таки центральной оверки. И играем, короче, по такой схеме. То есть мы контролим овердрайв с центра, да, желательно. Всегда желательно так делать. Если у вас есть оверка, то вы вжимаете свою оверку, забираете еще одну оверку и оставляете эту оверку на следующую оверку. Надеюсь, вы поняли мою идею. Может, конечно, не до конца, понятно, но... Короче, такая схемка есть интересная, которую нужно пробовать реализовать. Главное, конечно, не провтыкать тайминг этого овердрайва, потому что я не запомнил, во сколько он был. Ну, примерно по ощущениям, я думаю, что будем работать. Так, по 2 выстрела вот эти вот молодые люди, если печки не сжимают с резистами. Ну, а вот такие харьки на... Ах, хотел сказать, я на ваншот. Но не на ваншот, не на ваншот. 27 киллов. 4 минуты прошло боя. Очень хорошо. Очень хорошее начало. Для нас. Хопперы, которые как раз-таки могут очень легко улетать на рез. Ну, и викинг, который заставляет меня уходить на перезарядку. Здесь, я так понимаю, еще и сверху мегаголды могут падать, да? То есть, ну, здесь вообще в теории может быть прям лютейшая формилка. Да, прям супер лютейшая формилка. Если акцентировать внимание на всех голдах и всех вот этих вот темках, то можно прям очень некисло заработать. Но я в рамках именно этого боя стараюсь акцентировать свое внимание на как раз-таки контролинге овердрайва. Ну, и этот овердрайв я, к сожалению, не забрал. К сожалению, не забрал. Ладно, давайте пробовать тогда реализовывать овердрайв. Ну, здесь надо по таймингу играть чуть-чуть. Чуть-чуть если тайминг ловить, то будет, конечно, с овердрайвом проще. Лучше, конечно, вообще таймер включил, но ловер играешь. Как говорил великий Глеб Абулыч. Глеб Абулыч ерунды не посоветует. Так, ну и вот эти вот маншоты, это, конечно, прям супер вкусная вещь. Когда игроки играют без иммунитетов от пробития, вы просто влетаете в них и уносите им эту башню. Это прям супер жестко. Так, 35 киллов. Мы идем на как раз-таки сотку. О, это очень хорошо, что сотка здесь идет в наши руки. Ну и молот себя показывает супер грязно, супер круто. ДАшку не прожимает молодой человек. Как раз у меня один выстрел оставался в баллоне. Это очень хорошо. Так, еще дополнительный урончик. Так, два выстрела есть в баллоне. ДД с респа, шикарный выбор. Шикарный выбор ДД с респа. Так, ну я не знаю, вот этот молодой человек такой опасный. Ну лучше, наверное, по нему накидывать, конечно, конечно, лучше по нему накидывать. Даже при том, все раскладе, что он дает здесь, я думаю, что по нему лучше, конечно же, накидывать. Даже несмотря на то, что у него есть резист. Так, отлично. Добираем. Добираем здесь прибыль. Овердрайв падает на центре. Так, диктатор вжимает свою оверку. Ай-яй-яй-яй-яй, хопер. Хопер, хопер, хопер. Хопер ужал овердрайв. Не дал мне возможность забрать оверку. Ой-ой-ой-ой, еще жар, боже, конечно, это жестко. Это жестко, это жестко, это жестко. В таких моментах, конечно, чувствуется, чувствуется, что тяжеловато. Ой, у контейнера летит. Ну, под контейнер, я думаю, что и можно и сыграть, если честно. Ай-яй-яй-яй. Что-то я поторопился чуть-чуть. Чуть-чуть попозже бы сыграл бы. Можно было бы себе сверху контейнерочек вкусный взять. Так, ну тут, по идее, даже и резисты от молота уже, я смотрю, что эффективны будут. Рикошет, молот эффективны будут. Ну, здесь, короче, пока что каждый бой индивидуален, пока еще утро. Так, я думаю, что ближе уже в середине дня тут уже игроки будут плюс-минус играть на постоянной основе на одних и тех же пушках. И там уже как раз-таки можно будет нормально читать, от чего резисты брать. Пока что еще, видите, такие непонятные моменты, да, то есть где-то что-то берут дефолтное, где-то не дефолтное. И тут уже такие вещи. Ой-ой-ой. Там, конечно... Блин, не ваншотнул! На перезарядку ушел! Блин, это печально, когда ты так уходишь на перезарядку. Когда у тебя последний выстрел, блин, еще и тип самоуничтожается. Блин, ну ладно. Ладно, ничего страшного. Так, мне надо сейчас возвращаться в эту игру. Потому что пока что по киллам все не очень хорошо у нас. Драйв падает на центр. Я, конечно же, вжимаю свой овер. Умираю в контролинг центральной оверки. Забрал я ее в семерочку. Значит, 5.20 как раз таки будет овердрайв. Так, и играем противника. Играем как раз таки викинга рикошета, который с своим овердрайвом. Я думаю, что здесь грязючки понаделать хотел бы. Так, ну и пробуем, пробуем дополнительно еще сливать. Сливать и еще раз сливать. 56 килов. У второго места 43, у третьего 18. То есть, в теории, если бы этого молодого человека на викинга рикошете не было, то тут вообще бы можно было бы очень хороший отрыв сделать за закаточку. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет по прибыли. Десятка здесь точно смело должна залетать. Может быть, даже больше. Я, честно, не знаю, сколько сейчас за демки такие дают кристаллов. Так, играем. Играем агрессивно. Играем агрессивно. До овердрайва еще где-то секунд 30 есть. Но я решил рискнуть. И риск, ну, наверное, не оправдал себя. Наверное, не оправдал себя. Если бы я полностью пожил бы и полностью реализовал бы овердрайв, то, наверное, это было бы хорошо. Но так как я слился овердрайвом, то это не очень круто. Так, аптечки жмут все. Благо, у меня три выстрела в баллоне. И я могу успеть добить противника. Так, овердрайв падает. Блин, как будто знают, что овердрайв падал. Специально так сыграл, чтобы я под него не смог заехать. Ну, ладно. Кризис, конечно, это очень дорогое удовольствие. Да, я думаю, что будут те ребята, которые напишут в комментариях под этот видос, что, типа, мол, ты там тратишь большое количество расходки. Но кризис уже изначально это тот дрон, который не предназначен для того, чтобы вы смотрели, сколько расходки у вас уходит. То есть это, ну, это не та вещь. Да, то есть если вы берете вообще изначально кризиса, да, и смотрите на то, сколько он хавает у вас расходки, то значит это не тот дрон, на который вам нужно играть. Я бы сказал бы так. Поэтому для меня лично, ну, в такой ДМ-ке лучше дрона вы точно не найдете. Да, то есть его нету, просто нету. Здесь можно, конечно, поиграть на том же Гиперионе, но под него надо уже определенное вооружение. Например, Дика Страйкера с дистанционным подрывом можно реализовать. И он будет работать, я уверен. Да, потому что здесь не будет резистов от Страйкера. А если не будет резистов от Страйкера, то Страйкер как раз-таки будет давать большое количество киллов. И это будет эффективно и круто работать. Но какие еще вооружения использовать под Гипериона? Здесь уже, ну, такой выбор более тяжелый становится. Так, ДД начинает с респа. Очень хорошо, очень хорошо, когда ДД с респа начинает как раз-таки мой конкурент по киллам. Это прям супер, великолепно. Так, вот этот молодой человек все время хавает аптечки и сверху еще падает на самоуничтожение. Так, хоппер с овердрайвом имеющимся. Так, я опять профукал, если честно, тайминг овердрайвов на центре. Опять в этом плане небольшие проблемки случились, но ладно. Окей, так есть. 81 килл. 81. Так, выжимается овердрайв от противника. С диктатором как раз с жигой, с оглушением. Вариантик такой интересный на реализацию. 82 килла у нас. Хоппер с имеющимся овердрайвом. Поэтому надо будет чуть-чуть аккуратней, но свою оверку я точно здесь вжимаю в тайминг. И пробую сыграть под нее. Есть скорпион. Который может мне, по идее, навалить. Но он мне не навалил. Это очень хорошо. Викинг вжимает свой овердрайв. Уже разряжается полностью. Ну и моя овердрайвина подходит к концу. По идее, с этого овердрайва неплохое количество киллов залетело. Ну 89 у нас уже есть. Три минуты до конца. Сейчас мы уже выходим на неплохую прибыль. Неплохую прибыль. То есть это уже... Ну практически, грубо говоря, сотка в кармане. Конечно нельзя так особо сильно говорить. Потому что может быть такое, что... Сотка-то в кармане. Но где-то она грязно не залетит. И все пойдет не так шикарно, как хотелось бы. Но благо... Благо, благо, благо... У нас есть еще как минимум один овердрайв. Который мы сможем как раз таки реализовать. И реализовать. Так. 5 процентов... Ой, 5 процентов. 5 киллов. 5 киллов до сотки. Ну я должен влететь в эту сотку. 100 процентов уже. Я не знаю, что здесь должно произойти. Чтоб я до этой сотки не долетел. Отлично. Отлично. 98. Из-под трупа 99. 99. Ай, сотова не успел. Чуть-чуть. Голд! Мега голдикс! Понятно. Если сейчас я бы мега голдик тут делал бы на видос. Это было бы супер круто. Это было бы бомбически. Так. Сыграть под мега голд. Сыграть под мега голд. Где мега голд? Не вижу. Вижу. Вижу мега голд. Падаю. Падаю. Ай-яй-яй-яй-яй! Да, чуть-чуть я, конечно, завтыкал тайминг. Вкусный. Ладно. Сходим килл. 101 киллочек. 102 киллочка. Одна минутка остается до конца. И 80% овердрайва у меня. Надо быстро сейчас дать пару киллов. Ииии... Сыграть под овер. И сыграть под овер. И сыграть под овер. Так. Блин. Была возможность плюс килла. Была возможность еще раз плюс килла. Ладно. Реализуем. Так. Орез. Отлично. Нарез пик. Так. 95%. Еще один килл. Еще один килл. Без аптечки. Хорошо. 99 сотка есть. 30 секунд. Реализация. Пошла. Пошла жаришка. Пошла жаровня. Есть контактик. Так. Этот с имуночкой. О. По кругу развиваем. Развиваем эту скорость. Развиваем скорость. Быстрее перезаряжаемся. Развиваемся только. Ой. Не понял. Еще это залетело неграмотно. Ну и 112. 113. 114. 115. 116. Офигеть. 116 киллов. Сюда 12. Грамотная. И сверху 14 тысяч опыта. И я вам могу сказать. Что это далеко не предел. Далеко не предел. Можно давать намного больше. Можно давать еще грязнее. Уносить в хламину эту дм. И зарабатывать безумно большое количество кристаллов. Если вам понравился данный видос. То обязательно поддерживайте его лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Добавляю вас сказать новые видеоролики. Ну и конечно же не забывайте про тег создателя контента. Который находится в настройках игры. В аккаунтике. Снизу. Мо личный тег создатель контента. Тег темп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. Если производите какие-то покупочки. В нашем магазине. Ну и конечно же участвуйте в розыгрыше. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Прямо сейчас на 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч танкоинов розыгрыш проходит. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok